Всем большой привет! Вы на канале Обзор Ценные Качества и я Гульнас Лалями. Очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. У нас прекрасная летняя теплая погода. Я себе немного повредила руку, у меня только пальчики шевелятся. Сейчас, значит, я пообедаю и поеду на физиолечение своей руки-кисти. Ну, а потом сразу же к родителям в частный дом, потому что я не понимаю, что летом можно делать на каптеле. Вас беру с собой. Обедать я сегодня буду остатками вкусного балиша. Разогревала в духовке, так как до сих пор не могу себе купить микроволновку. И пока грела, я вспомнила, что у меня у родителей есть очень старая микроволновка. Хранится она в гараже, вся пыльная, грязная. И сегодня вечером я съезжу к ним и попытаюсь отмыть эту микроволновку. И если она будет более-менее нормальная, я знаю, что она рабочая, то я ее привезу себе на квартиру. Ну, или кому-нибудь отдам. Заварила еще себе вкусный чай, также попив шоколадкой. Все, кто обедают со мной, всем желаю приятного аппетита. Все-таки как хорошо иметь в доме помощницу. Она уже пропылесосила по всей квартире, теперь выполняет важную уборку. Я жду ее и отправляюсь в больницу на физиолечение руки. Ну, все, физиолечение я получила. И вы знаете, я не знаю, то ли физиолечение помогает, то ли ушиб получился не таким сильным. Но с каждым днем у меня рука все лучше и лучше начинает разрабатываться. Но не совсем, конечно. Пока так я еще не могу сгибать больно. И вы знаете, крайне неудобно держать руль одной рукой. Ну, то есть я его держу, но какие-либо усилия делать, особенно на поворотах, у меня не получается. Приходится рулить и ехать тихонечко одной рукой. Ну, а сейчас я приехала в торговый центр «Матрица». Хочу зайти в магазин «Фикс Прайс». Давно я здесь не была. Хочу посмотреть новинки. Если что-то понравится, возможно, куплю. И, наверное, возьму вас тоже с собой и покажу вам самые суперсвежие новинки. Ну, все, я на месте. Симпатичные рамки появились. Цена 199 и 149 рублей. Также в чурочке домики уже были. Смотрите, какая еще классная зеленушка. Наверное, я куплю высокая. Цена 79 рублей. Как всегда, выбрала самую лучшую. И да, я ее беру. Малые симпатичные декоративные фигурки. Цена 300 рублей. И еще вот такой вот декоративный ящик снова есть в продаже. Цена такая же, 300 рублей. Еще тоже поднос. Такой же, как и у меня. Цены, к сожалению, нет. Но, скорее всего, так же стоят 300 рублей. И вот смотрите, какие красивые подсвечники. Раньше я таких не видела. С птичкой мне понравилось больше. Цена 300 рублей. Складные ведра на 5 литров. Цена 249 в два цвета. Корзина с ручкой. 300 рублей. Деревянный молоточек для мяса с высокой ручкой. 199. Еще смотрите, держатель для бумажных полутенец. Тоже симпатичный. Перевернуть не могу, показать. И цена не вижу. Так, и вот еще здесь какие-то есть держатели. Новые кухонные лопатки. Цена 59. 4 петра хранения в двух вариантах. Цена 300 рублей. Разъемная форма с зонком. Цена 249. С симпатичным принтом. Поднос середоровочный. Очень классный. Размер 24 на 26. Цена 300. Еще есть милажник 4-х секционная. Цена 149. И доска для закусок. Тоже с четырьмя делениями. Размер 33 на 10. 199. Смотрите, какая кружка. 149. Ступка с пестиком. Цена 249. Салфетка на стол. Размер 45 на 30. Тоже симпатичная. Классная. И аккуратно изготовлена. А пришла я в магазин вот за этой покупкой. Не смогла ее найти, но продавец мне подсказал. Цена у нее 199 рублей. И снова продажа появились вот такие вот полки. Размер, к сожалению, не указан. Продается в бежевом, белом и в черном цвете. Цена 300 рублей. Все, я уже вернулась. Немного погуляла. И, как всегда, не могла уйти без покупок. Купила сушилку для посуды. Размер 32 на 13. Шириной 11 сантиметров. Выполнена она из бамбука. И очень классно было смотреться. Вот такая вот зеленушка. И горшок. И горшок для цветов. Я уже покупала такой, но немного в другой расцветке. Но из этой же серии. И покупки мне вышли на сумму 577 рублей. Декоративная ветка стоит 79 рублей. Сушилка 199. И вазон горшок для цветов 300 рублей. Гуляла я недолго по этому магазину, так как торопилась к родителям. Но новинок я увидела там действительно очень много. Особенно мне понравилась вот эта вот сушилка. Пока я ехала к родителям, ко мне позвонил папа, развернул меня на полпути. Сказал, чтобы я заехала на почту за газетами, так как почтовенные у нас не работают. Но я приехала, почта закрыта и закрыта она на обед. Сижу, жду. Ну все, газеты я тоже получила. Папа у меня выписывает газету, журнал. Это Окшарлук, очень интересная. И это уже газета. Безнен Гаджит. У родителей расцвели лилии, очень красивые в желтом цвете. И букеты большие. Эти цветы тоже многолетние, но, к сожалению, я забыла название. Вот еще лилии. Я их привозила из Мензелинска, у меня их давала Эльмера. Тоже очень красивые. Такие вот лилии. Кстати, они тоже должны быть в белом цвете. Вот еще красотки. И вот еще красивые лилии в розовом цвете. Мой небольшой цветник. Здесь три куста пиона, остильба, флокса в трех цветах. И вот еще розы, которые уже подвяли. Тоже нужно будет убрать сухие букеты. Так, и вот еще одна роза, но она, к сожалению, превратилась в дикую. И, скорее всего, она уже не будет свистеть. Не знаю, посмотрю, что с ней делать на следующий год. Пионы очень красиво цвели. Три куста. Ну и кто нас встречает? Это Маня. Или я не помню, как тебя зовут. Миля. Маня, Миля. Привет. Скажи всем привет. Привет. За мной бежит. За мной. Вперед меня хочет зайти домой, да? А, нельзя. Нельзя. Миля. Миля, Маня. Кто ты? Мама собрала смородину, из нее буду варить компот. А еще мы вчера с папой купили вот такую вот закаточную машинку полуавтомат. Наша уже стала старенькой. И надеюсь, что с этой машинкой мне будет закрывать легче. Я зашла в подполье. На днях мариновала огурцы. Получилось сколько? 2, 4, 6, 8, 9 литровых банок огурцов. Так, ну а вот эти вот лечи. Еще очень много банок осталось с прошлого года. Здесь зеленью, здесь просто лечи. И вот эти вот маринованные томаты. Они мне очень-очень нравятся. Вкусные. Рецепт я оставляла. Вообще все вот эти вот рецепты. И маринованные томаты, и лечи, и лечи зеленью. Тут несколько видов. И вот эти вот огурцы я тоже рецепты оставляла у себя на канале. Этот рецепт универсальный. И когда я начинаю его готовить, вот все, что у меня находится дома из овощей, я все накладываю в банку. Сюда можно добавлять огурцы, помидоры, перцы. Даже капусту, патиссоны, баклажаны. В общем, все, что растет у вас в огороде. Здесь у меня и перцы есть. Так, а с огурчиками мы уже съели. Эти заготовки я готовила в прошлом году. Как вы видите, никакого бомбаша нет. Ухранятся они очень хорошо. И вообще, вот у меня вот эта вот вся полка была в заготовках. В прошлом году забыла вам показать. И вот еще остались баночки с прошлого года. Здесь три баночки аджики сладкой, а это кабачковая икра. Одна баночка осталась. Ну, а я зашла посмотреть, как у меня огурцы. И с ними все хорошо. На экране смотрится, что банки большие, но это литровые банки. Вот, кстати, в последнюю банку у меня не хватило огурчиков. И я добавила томаты. Очень красивые. Все супер. Они не только получаются красивые, но и очень вкусные. И когда у меня спрашивают рецепт помидоров или огурцов, я всегда даю вот этот вот рецепт. И, кстати, вот крышки. Эти крышки мы покупали в магазине Находка. Они все цветные, красивые, но не елабук. И все-таки елабушки намного лучше закатываются, чем вот эти вот закатывала не я в этом году, а папа. И вам видно, компоты тоже хорошо хранятся. Из яблок, из пищни тоже с прошлого года. А вот эти вот пустые банки мы уже, получается, выпили компоты. Тоже компотов делаем очень много. Вся полка в компотах. Ну и вот эти вот все банки, которые пустые, это значит, что мы их пили в течение года. А на а сейчас я с родителями попью чай и покажу вам огород. Вышла в огород, показываю, как есть. Он снова зарос. Нужно убирать вот эти вот сырники. Так, это томаты. В этом году они не такие удачные и хорошие, как в прошлом году. Но вообще я заметила, что в этом году все сдвинулось на месяц позже. То есть в прошлом году мы уже в это время собирали первую партию томатов, помидоров. А в этом году вот показываю, как есть. Где-то большие, где-то маленькие помидоры. Ну вот они висят. Но у них еще есть время к тому, чтобы все выросло. Это большая теплица. И вообще я уже наблюдаю несколько лет. И понимаю, что в теплице помидоры растут хуже. То есть зелень, она уже скоро станет выше меня. Ну а сами томаты не такие богатые. Может я что-то делаю не так. А вот тут уже начали креснеть. Ну вот они вот. Да, пока еще маленькие. Ну нет, кстати. Как-то я смотрела, вообще не видела томатов. А сейчас я их вижу. По крайней мере. Да, и вот тут вот уже покрасневшие. Тут гроздьями висят. Ну нет, нет, я наговариваю на себя. Ну конечно у других я видела прям вот гроздьями. Крупные такие томаты. Визят. У меня не так. Но все же. Ладно, хоть так. Вот они. Земля сухая. Вот тут вот крупные. Я сама вижу, вам не показываю. Вот тут крупные томаты. Спрятались. Вижу, что земля сухая. Нужно будет полить ее хорошо. Вот это я все как-то чистила. Снова все заросло. Так вот. Перчики. Вот Магда посадила. Низкорослые. Вот еще перчики. Тут вот новые перчики. С какого-то куста я уже на салат дергала. Тут вот уже тоже один перчик. Шит. Шита.